На Сахалине стартовал летний пастбищный период содержания крупного рогатого скота. Сейчас на поля переведено практически все поголовье предприятия. Это 11 тысяч молочных коров, среди которых более 5 тысяч мясных. Выгул продлится 4 месяца до конца октября. Как это повлияет на агропромышленный комплекс, расскажет Аделина Леонова. Огромное поле в Новоалександровске отдали на съедение галштинским молочным коровам. На выгуле 320 голов совхоза Южно-Сахалинский. Сейчас зеленая трава составляет 70% рациона скота. Все остальные необходимые питательные элементы компенсируют комбикормом из плющенного зерна. Выгуливать бульонок на пастбищах или содержать безвыгульным способом каждый совхоз решает самостоятельно. Как говорят специалисты, зеленая травка и свежий воздух в рационе никак не влияют на качество молока. Однако активный образ жизни хорошо сказывается на появлении потомства. В начале года в совхозе родилось 600 телят. Специалисты отмечают, это большой показатель. Сейчас в хозяйстве 840 дойных коров до конца года цифра увеличится на 14 голов. Стадо мясных пород гораздо больше – 3400. Его тоже будут расширять на несколько сотен. Есть молочные, есть мясные породы. Мясные – это абберденангусский, гирефорди и казахский белоголовый. Но мясные, они в основном на мясо рассчитаны. Потому что у них убойный выход мяса больше, а молочные они в основном уже на молоко. В среднесуточный показатель надоев по области 20 литров молока с одной коровы. Совхоз Южно-Сахалинский в этом вопросе лидирует. Тут бурленки выдают по 24 литра. Ежедневно получается около 16 тонн со стада. Регион близок к самодостаточности. Собственной продукции на острове 72%. Остальные – это привезенные йогурты и товары длительного хранения. Предварительно по оценке в 2023 году будет получено 59 тысяч тонн молока. Это на 3000 тонн больше, чем уровень 2022 года. Это увеличение поголовья, соответственно, увеличение надоев, правильное содержание, рацион животных способствует увеличению продуктивности. На каждый произведенный литр молока животноводы получают субсидии. Также на поддержку отрасли правительством Сахалинской области в этом году запланировано практически полтора миллиарда рублей.